Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич и сегодня мы поговорим о том, как сдавать анализы на ахламидии мужчинам. Непосредственно мужчины сдают на ахламидии мазки, сдают на ахламидии кровь. Мазочки у мужчин могут браться как с половых органов, так и с заднего прохода, изо рта. То есть ахламидии могут в принципе жить и в заднем проходе, и во рту определенно достаточно длительное время, вызывая там также воспаление и возможность заражения партнеров. Соответственно, какие мазочки на ахламидии делаются? Во-первых, забираются они с помощью вот такого одноразового генитального зонтика. Первое, забираются в пробирочку. В пробирке смотрят ПЦР-анализ. ПЦР-анализ – это внутренние структуры ДНК ахламидии. Сначала в лаборатории, после забора и получения материала происходит многочисленный синтез вот того ДНК, который там содержится, его клонирование, размножение. Затем сравнивают с эталоном ДНК ахламидии полученную массу. Если ДНК образца соответствует ДНК ахламидии, соответственно, содержащихся в пробирке, то ставят диагноз обнаружено. Если не соответствует – не обнаружено. Чувствительность такого анализа достигает 99-100%. Единственное, что он может быть достаточно длительно, до 21 дня, положителен при успешном лечении. То есть, этот анализ реагирует как на живую хламидию, так и на мертвую. Это следует учитывать при диагностике хламидии. Второй анализ – это анализ посев. Вот такую пробирочку делается. Делается посев на питательную среду, на которой растут хламидии. Затем происходит, самое главное, это тестирование полученных колоний хламидии к лекарственным препаратам. То есть, выставляется вывод о том, какое лекарство можно назначать данному человеку при конкретной его хламидиозе. Это очень большое значение имеет, когда пациент либо уже лечился самостоятельно, особенно только одними таблетками, что очень любят у нас в последнее время пытаться делать, либо долго болеет. То есть, у него хронический хламидиоз. И здесь очень важно, к какому антибиотику чувствительна хламидия. Вторая группа анализов на хламидии у мужчин, на хламидиоз – это анализы крови. Анализы крови делаются на иммуноглобулины. Иммуноглобулины – это белки, которые вырабатываются в ответ на проникновение хламидии в организм иммунной системы. Вырабатываются иммуноглобулины класса А, М и G. АМ – это показывающие иммуноглобулины свежесть процесса или реактивацию старого хронического процесса, то есть активность его в настоящий момент. G показывает как раз хронический, долготекущий процесс. Он достаточно длительно проходит после лечения. Вообще, интерпретацию, конечно, анализов крови на хламидии должен делать только венеролог, потому что это зависит от того, проводилось ли лечение, как давно оно проводилось и так далее. Если вам нужно сдать любые анализы на хламидии, если у вас имеется подозрительность на данную инфекцию, обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра Платный КВД. У нас имеются все возможности сдачи на хламидии, как посева, ПЦР-анализа, так и крови. Наши венерологи обладают безболезненной методикой забора мазочков на хламидии у мужчин. Кроме того, при обнаружении хламидии идет сразу же назначение лечения, чтобы избежать осложнений при длительном течении. Поэтому при необходимости сдать анализы на хламидии у мужчин, обращайтесь в наш медицинский центр Платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.